ну что друзья начало сентября и у нас созрел виноград что дает повод еще раз сделать интересное пиво поэкспериментировать на этот раз мы сделаем итальянский вариант пиво как они называют бира грейп эль то есть грейп виноград виноградное пиво некоторые там даже как-то называют ино пиво даже зарегистрировали товарный знак какой-то ино пиво где то есть в сусли в ячменном не меньше 50 процентов виноградного сока это называется ино пиво но не знаю сделаем грейп эль а что нам надо грейп эля естественно грейп то есть виноград виноград у нас есть отлично вот такое ведерко где мы будем это делать жанкой мешочек вот такой у меня мешочек есть я тут разные штучки завариваю то чай то каркаде то еще что-нибудь такое интересное мелкий сюда накидаем и перчаточку что-нибудь пожамкать ну что понеслась обтираем как есть немытый виноград никто его для вина не моет давят вообще ногами ну а мы падаем руками потому что ногами как-то мало его что ли для ног только испачкаем ноги все дрожжи добавлять не будем потому что на винограде дрожжей своих виноградных просто бешеном количестве их там так очень много что любую микробиоту они забивают и будем бродить на винных дрожжах просто с добавлением пивного сусла вот такая история ну что будем все это дело жамкать давить до полного кашеобразного состояния понеслась все ягодки все отличная каша получилось сусла с мезгой с кожурой ничего я дезинфицировать не буду ничего пастеризовать не буду потому что все должно быть натуральное все дрожжи местные культура должна быть натуральная аутентичная вся вся цветность идет от шкурки от кожицы винограда все вот эти вот пектины я думаю оставим потому что база у меня варится я сейчас варю обычно венское пиво как бы на венском солоде такое будет слегка такое коричневатая года вот это вот кожица даст очень прикольный оттенок пиву вот и привкус будет более терпкий и более тонинный скажем так более насыщенный виноградный будет поэтому оставим прямо так из мешка вываливать я его не буду положу прямо мешок с мезгой в бродильную емкость и залью это все суслом ячменным потому что вот это все дело но потом всплывет будет забивать краники вот так принципе потом я его через какое-то время через дней 57 когда первичка пройдет я его прямо вытащу и оставлю суслов дображивать на вторичке такой у них план будет все раздавлено попадаются конечно ягодки но они все сахара все равно с них до бродит ну отлично отлично то что надо супер но какой интересный сок получился все равно кожица дала свое дело выдавили будет у нас с таким прекрасным оттенком пивасик грейп эль вот наши ферменты закидываем все туда так виноград у нас подготовлен все сейчас заливаем сюда 10 литров ячменного сусла охлажденного до 20 градусов все и пускай стоит бродит первичка крышку закрывать не буду вот такая вот приоткрытая будет 5-7 дней где-то при 20 градусах будет у нас проходить первичка со своими дрожжами аутентичными виноградными наливаем сейчас надо померить такая плотность сусла я залила от обычного венского это 11 процентов сахаров сколько по максимуму получилось так ровно ровно 12 один процент мы добавили сахаров а вот прошло ровно 24 часа и что мы видим отличное начало брожения вот так вот от дрожжики запах замечательный винный винный вот вторые сутки и от брожения прекрасная розовая пена так прошло уже трое суток брожения совместного ячменного сусла и винограда виноградной мезги совместной вот что у нас получается запах шикарный поэтому я думаю сейчас она настоялась хорошо уже дало свои танины вкус с винограда поэтому я сейчас отожму это все виноград вытяну и будет она у меня дображивать до победного скажем так конца такой шикарный просто так ну что закрываем и наш прекрасный красный с фиолетовым отливом грейп эль остается надображивание ну там уже посмотрим по гидрозатвору как стабилизируется так будем разливать по бутылкам прошло 10 дней я сюда еще далил где-то литров 6 пшеничного пива то есть я смотрю там густой слишком насыщенный такой сиреневый цвет виноградный думаю ну надо хоть как-то немножечко разбавить у меня как раз была пшеничная варка я литров 6 отобрал и добавил сюда на брожение сейчас посмотрим что у нас тут набродила такая красота с какими-то лохмотьями пенка есть еще и избыточное давление поэтому пускай дображивает еще пока не уравновесятся вот эти вот жидкости в гидрозатворе ну что наш грейп эль даже теперь вид грейп эль пшеничный виноградное эль уже готово уже месяц больше месяца месяц и неделю месяц и недели он стоит уже практически перестал дображивать температура уже понизилась где-то 15-16 градусов вот потихонечку там булькал раз в сутки но видно доброго сейчас посмотрим чем там внутри себя представляет разливаем по бутылочкам сахар мы уже насыпали и ждем карбонизации чтобы насладиться этим необычным гибридным пивом какая интересная пленочка пленочка интересная может быть и британа мицеты тут рисуют ну тут я думаю с десяток не меньше разных видов дрожжей и сахара мицеты и британа мицеты какие только фрукта мицеты запах обалденный фруктовый разливаем вот Вот такой бомбический цвет получается. Ну, как тебе грейп Эль виноградный? Я уже понял, что он виноградный. Конечно. Похоже на пиво? Ну, да, типа. Но больше похоже на фреш. Блин, ну вообще, такой виноград, виноград. Чистый виноград, конечно. Ты его что, голыми ногами топтал, что ли? Много винограда. Капец. Как вы уже поняли, дегустируем итальянскую версию пива. Бирры. Грейп Эль. Даже такой пшеничный грейп Эль. Чугуевская версия итальянского пива. Итальянского пива. Чугуевская. Пшенично-виноградное пиво. Ну, цвет... Цвет, аромат. Бомбежный. Я уже попробовал тоже вам сказать. Это просто... Ух ты! Ух ты! Ну... Блин, шикарно. Шикарно. Не поймешь, что здесь больше пива или вина. Больше вина. Больше вина, наверное. Винограда очень много. Очень много винограда. Это вообще запах, вкус. Просто капец. Цвет. Ну, с той же стороны, как бы не скажешь, что это чистое вино. Блин, это вкусно. Виктор. Это шикарно. Это вкусно. Кислинки настолько тоненькие. Я думал, что сейчас кислоты будут просто капец. Аж язык будет отрывать. Нет. Кислинка такая умеренная. Так и горчинка есть? И горчинка умеренная. Все вкусненько. Вообще вкусно-вкусно. Вообще идеально получилось. Вообще вкусно-вкусно. Я думаю, это заценят все. Потому что оно вообще на любых, скажем так, вкусовые. Так это ж на диких дрожжах. То есть на... То есть в Наградик сам дал джазу, да? Да. Сколько там дрожжей, я не знаю. Сколько штаммов разных. Диких, недиких. Тут еще и, наверное, и бактерии поработали. Блин, вкусно-виктор. Вообще, винчак. Пивно-винчак. Шикарно. Вообще, очень вкусно. У меня сейчас происходит просто взрыв мозга. Я сейчас начинаю анализировать это все. У меня сбой системы синий экран и все. Ну да. Пиво должно быть пивом. Это же пиво. Нет, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь жигулевское похожее. Пардоньте, неотложные дела. Все-таки, как-никак, на работе. Да. Такая работа. Что сделать? Не дают побухать нормально. Поработать. Поработать, подегустировать. Ну, я считаю, что-то надо ввести во все спортзалы. Чтобы, знаешь, ты потренировался, пришел. И, пожалуйста, виноград на пивчо. Грейпель. Ну, шикарно. Шикарно. Итальянцы молодцы. Перфекто. Буониссимо. На языке и так приятно. Очень яркий, яркий виноградный, такой винный вкус и запах. И послевкусие. И в то же время горчинка пивная такая интересная. Очень необычно, очень вкусно. Шикарно. Шикарно, даже я бы сказал. Черт побери, да. Да, да. А, под пиццу вообще самое то, да. Под итальянскую пиццу. Или под чугуюскую пиццу. Ну, по какой-нибудь хорошую лучше пиццу. Сырную. Под сырную пиццу, я вообще думаю. Реально спонтанное ображение. Спонтанное. Самое что ни на есть, вообще. Сарбонизация сумасшедшая. Мы тут бутылку чуть, она чуть не взорвалась у нас тут в руках. Ну да. Мы это не засняли, но... Немножко пшикнуло. Немножко пшикнуло. Недостояло, да. Немножко пшикнуло. Шикарно, попробуй. Гради такого я даже на работу приехал. С сырной пиццей, именно вот с сыром. Я тебя с плесень не оставлю, ты ж любишь. Да, очень, очень классно. Вот именно под сыр такая шляжа хорошо идет. Да. Очень. Рекомендую. Заходит. Ребята, если есть возможность сделать виноградное вино. Не делайте, делайте виноградное пиво. Да. Делайте, делайте. 8 штаммов. Дрожжей. Да. Два разных вида. Минимум. А разнообразие винограда? Да, один. Один? Один сорт. Местный. Дворовой, да что ли? Да. Ну, не дворовой, а... Ну, название есть? Что-то там молдавское какое-то. Молдавское. Угу. А какой бы уж винчаг хотел уже делать, да, наверное, в пихаря? Темное. Нет, ну что, винчаг. Винчаг я уже делал, а вот такое я еще не делал. Мне было очень интересно. Прямо не промывал ничего. Просто вот как давят этот виноград на винодельнях. Адриана Чурентана. Да, да, да. Ноги грязные. Мы это вырежем. Вот. И залил суслом. И все это через пару дней. Просто шикарная, белоснежная. Хорошая. Да, с розовым отливом пенка появилась. И... Пошла жара. Хорошая получилась такая вариация пивная. Так что... Ну, зажег, зажег. Удивил. Чего ты удивил? Делайте, пробуйте. Пиво это не только ячменный колос или жигулевское. Попробуйте. Удивитесь. Откройте себя новым вкусом и не прогадайте. Не прогадайте. Это... Это... Это шикарно. Я думаю, к следующему лету она будет вообще просто шедевр. Шедевр. Настоится. Через год, да. Это будет шедевр. Все это сейчас прячется в наших погребах. Да. А они у нас. Просто... И летом. Следующим летом, например, в жару, где-нибудь в теньке. Мы завалимся. Да. Просто с холодным бокалом выстоянного вот этого грейпеля с кусочком сыра. Можно камамбар с этим? Это будет, да. Можно камамбар. Это будет, я думаю, улетно. Я думаю, да. Так что, пока виноград есть, вперед. Делаем грейпель. Ставим его, ждем лето и все вместе накидываемся и делимся впечатлениями. Я думаю, это что надо. Если доживет, конечно, до следующего лета. Потому что оно и сейчас шедевр. Это точно. Ну все. Да. Пока. Мы дальше будем тестировать. Мы дальше тестировать все на производство грейпеля. Пока. Безобранники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова